На подворье русской духовной миссии в Яфе российские дипломаты почтили память первого вице-консула Российской империи в Палестине Владимира Николаевича Тимофеева. Он погребен за алтарем русского храма в честь апостола Петра и праведной тавифы. По сложившейся традиции, так сотрудники российского посольства в Израиле начинают отмечать свой профессиональный праздник – День дипломатического работника. Российское консульство в Яфе было учреждено в 1820 году. Служение Владимира Николаевича Тимофеева на должности первого вице-консула Российской империи в Палестине пришлось на 1885-1894 годы. Время его деятельности отмечено активностью в обустройстве русских подворья и храмов. Сначала мы приезжаем сюда, в храм, возлагаем венок, потом у нас с батюшкой чаепитие, но чуть позже проводим торжественное собрание. За упокойную литью по почившим российским дипломатам совершил протеерей Игорь, ключарь подворья праведной тавифы в Яфе. За богослужением молились сотрудники посольства во главе с чрезвычайным и полномочным постом России в Израиле Сергеем Яковлевичем Яковлевым и другие официальные лица. Упокой душу усопшего рабата Владимира, всех дипломатов, всех священнослужителей, всех православных христиан, трудившихся во святой земле, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные. После окончания литии сотрудники посольства возложили венок к могиле Владимира Николаевича Тимофеева. Молимся о всех усопших дипломатах, священнослужителях, которые трудились во святой земле, начиная с 19 столетия и до 21 века. Кто здесь, может быть, почил в это время. Тем самым эта традиция подтверждает преемственность времен и того общего дела, которое делают и священнослужители, и дипломаты на святой земле. Все значимые события для русскоязычных проходят в Российском культурном центре. Сотрудники посольства и члены семей собрались здесь у нас, в Российском культурном центре, где по доброй традиции вот уже который год мы вспоминаем наших российских дипломатов. Здесь, в Израиле, в неспокойном и нестабильном регионе, несут свою службу и молодые дипломаты. Дипломатия, в общем-то, жиждется на преемственности, поэтому для нас особенно важным является перенять опыт старших коллег. В Российском культурном центре в честь праздника состоялся прием, на котором Сергей Яковлевич Яковлев зачитал праздничное приветствие министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Затем с концертом выступили учащиеся русской школы при посольстве России. Дипломатом стать хотят много маленьких ребят, но спустя десяток лет хотения этого уж нет. И поэтому, друзья, браво говорим мы тем, кто мечте не изменил, дипломатом стать решил.